Всем привет! С вами ПКФРТУТОРИАЛС. Как всегда, с вами я, Гриша Анфилофиев. И сегодня мы научимся делать манкигейнер. Вон оттуда. Ну, короче! Для начала, чтобы научиться манкигейнер, нам надо найти место. В моем случае это место, где препятствие будет мне даже ниже колена. Слишком высокое препятствие брать не нужно, потому что это препятствие будет препятствовать тому, чтобы вы могли хорошо закрутиться на сальто. Перед тем, как научиться манкигейнер, нам нужно расставить приоритеты. Приоритетом будет наша дальность полета относительно препятствия. Потому что слишком маленькое расстояние может стоить нам жизни. Ну, или, по крайней мере, мозгов. Первым подводящим упражнением будет обычная манки с максимальным улетом вдаль. Улетный подводящий элемент. Берем примерно среднюю дальность, которую мы можем взять от нашего препятствия. Вот, мы толкаемся. И нам нужно максимально далеко улететь. При этом сделать это так, чтобы мы летели еще и максимально высоко при этом. Мы должны сохранить и высоту, и дальность. При этом мы уже думаем, что мы будем учиться манкигейнер. Поэтому при выполнении данного подводящего упражнения смотрим вниз, держим голову на груди. Следующий нюанс, который нам обязательно выполнить, для того, чтобы мы легко и без травм сделали манкигейнер, это достаточно большой разбег. Без достаточного разбега вы не сможете сохранить амплитуду. И получится так, что вы или не сможете хорошо закрутиться на манкигейнер, или вы полетите слишком близко к препятствию, что плохо скажется на вашем затылке. С некоторыми сложностями при изучении манкигейнера мы разобрались. Теперь нам нужно понять, как жить дальше. Так как у нас препятствие ниже, чем наше колено, следовательно, выполнять мы его будем по нисходящей траектории. То есть после толчка лететь мы будем вниз. Следовательно, после того, как мы подбежали к препятствию, расстояние при этом должно быть, ну, примерно по ваш пояс. То есть, вот, я лежу больше, чем пояс. Значит, мне где-то отсюда надо будет уже прыгать на манкигейнер. Дальше. Жопу нам надо будет поднять выше наших плечей, для того, чтобы мы могли захлестнуть и закрутиться. То есть, вот в этом положении мы должны толкаться на манкигейнер. У нас нисходящая траектория. Следовательно, руки ставим к краю препятствия, чтобы можно было оттолкнуться и вдаль, и закрутиться. Ну и следующее, что нам следует запомнить, это то, что руки не нужно ставить слишком широко, потому что это тоже уменьшает вашу дальность от препятствия. Руки ставим на ширине плеч. После этого отталкиваемся руками вперед и вверх, захлестываем ногами, вылетаем как можно дальше, подтягиваем колени к себе, вот таким вот движением резким. Этим самым закручиваемся, держим голову прямо, и летим, делаем манкигейнер. Ну и один последний шаг перед тем, как выполнить уже сам манкигейнер. Еще одно подойдящее упражнение. Точно так же, как на пландропе, мы должны сделать все то, что я объяснял до этого, то есть прыгнуть от препятствия на достаточном расстоянии, поставить руки к краю препятствия, поднять жопу выше наших плеч, захлестнуть ногами, оттолкнуться руками вперед и вверх, закрутиться ногами, оставить голову на груди. Потом полететь вот так вот в группировке, сохраняя нашу крутку, и где-то посередине раскрыться и упасть на спину, и посмотреть, хватит ли нам высоты и крутки на то, чтобы выкрутить этот элемент. Я сразу вам говорю, если у вас ее хватит, то вы сразу это почувствуете. Потому что я сам его учился на улице, мне самому было очень страшно. Но как только я понял, что мне всего хватит, я просто сделал то же самое, что делал на подойдящем упражнении, но я не раскрывался и выкрутил его на ноги. А на этом объяснение такого сложного элемента, как манкигейнер, закончено. Этот элемент можно максимально обезопасить, если подходить к нему с головой. Think about it. Подписывайтесь на канал ПКФР, на АВК ПКФР, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если что-то непонятно, то даже пишите, я все объясню, я для этого и нужен. Этот элемент я научился на улице, поэтому я точно знаю, о чем говорю. У вас все получится. Всем удачи и увидимся в аду.